Дорогие друзья, вот я пока бегал за камерой, я уже встретил много уважаемого вновь сотрудника полиции. Обязательно? Ну, я считаю, да, потому что, ну, я же веду канал, я все снимаю, вот я вас тоже хочу снять, вы же ко мне домой пришли, мало ли что. Так, хорошо. Вот смотрите, друзья, вот что-то вот пришел сотрудник полиции, мне предъявить вроде бы что-то, пока не понимаю что, вот я записываю его и вот представьте еще раз, пожалуйста, как вас зовут? Майор полиции Петров Игорь Васильевич. Друг, если ты хочешь так же, как и я, находить гриферов в реальной жизни с помощью команды Син, снимать их на видео, выкладывать ролики на ютуб, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержу Крав. У тебя будет практически опухой, доступны почти все права сервера, ты сможешь банить, кикать, сетать, пользу топориком, влезать в любые регионы, менять себе префикс, как это сделал, например, я, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба, а самое главное, ты сможешь находить гриферов по IP с помощью команды Син, как это делаю я. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей, на нее не было скидки и игроки меня просто чуть не убили за это. Скоро будет много новых обновлений на сервере Сержу Крав, поэтому именно сегодня я оставляю скидку в 97% на привилегию владельца сервера, поэтому не упускай возможности, снимай ролики, антигрифишов, выкладывай их на свой канал ютуб, все ссылочки будут в описании ролика. Да, все, спасибо большое. Проживаю. Да. Все, можно уже, да? Да, 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 я просто, да. Так, Кавеленов, Денис Владимирович, здесь проживает? Да, это я, это я. Так, хорошо, значит так, на вас пришла жалоба гражданки Сидоровой Ирины Сергеевны, 70-го года рождения. Она утверждает, что вы, Денис Владимирович, записали видео, в котором присутствует ее сын. Видео называется... Так, 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 сын его зовут Владимир Андреевич. Вова, да? Да. Вова, ага. Так, хорошо. То есть видео называется «Маму Гриффера вызывают в школу из-за Майнкрафта». Это, наверное, такая игра, так понимаете, да? Майнкрафт, да, это игра, а видео пытаюсь просто вспомнить, было или нет. Нет, я сказал, логик, тупой стой. Спасибо, посмотри на мне, Господи, ты говори. Пой, иди гуляй. Давай, что такое разговор, иди гуляй. Так, ты же говоришь на уроках. Так, то есть такое было? Я не, у меня столько видеороликов, правда, я не помню. Ну, наверное, я не знаю, надо посмотреть. Так, ладно, хорошо, смотрите. Было, наверное. Все-таки Сидорова Ирина Сергеевна жалобу нам написала. Угу, угу. То есть, по сути, это не просто так. И смотрите, что получилось. У меня такое не впервые, поэтому я, в принципе, не удивляюсь. Ну, как я ни разу, вы не в курсе, да, не смотрите, меня не следите? Нет, конечно. Я понял, да, ладно. Тогда не буду мешать вам. Ага. Значит, смотрите, данное действие с вашей стороны является причинением морального вреда человеку. Это кому конкретно, ей или сыну? Это, так как он несовершеннолетний, получается, все семьи. А, вообще все семьи, я понял. На вас наложен штраф в 50 тысяч рублей. Сколько? Пять? Пятьдесят. Пятьдесят. Пятьдесят тысяч рублей. Пятьдесят тысяч рублей наложен. Это вот из-за того, что вы сейчас все перечислили, да, моральный там вред, там. Ну, да, да. Достаточно. А каким образом я причинил? Что с ними стало? Ну, во-первых, вы не спрашиваете, можно ли записать. Ну, он очень... Получается, вы выложили это все на сайт YouTube. Да, YouTube. А вы закон нарушили? Пока я не могу говорить. Так, хорошо. А вам, пока, если ты приходила не сюда? Нет, вы первый раз... Вообще, вот в вас... А, конечно, вы, конечно, не приходили. Ничего не приходил. Вот вы тоже. А, извините, я вас не сказал. Сидоровна Ирина Сергеевна вам уже подала на суд. А-а-а. То есть, материал по делу уже есть. А-а-а, вон оно как. Да, то есть, я к вам прихожу просто и я к вас еще раз предупреждаю. Да, я понял. А-а-а, вон, если вы отказываетесь все это делать, то у вас может быть уголовная ответственность от одного до трех лет условно и лишение свободы до полугода. Ну, то есть, или... Лишение свободы? То есть, если я не заплачу 50 тысяч рублей, меня могут посадить? То есть, суд будет? Конечно, конечно, конечно. На основании чего? То есть, она просто написала заявление, что-то сказала, да, а мне уже наложили штраф 50 тысяч и хотят... Денис, пожалуйста, здесь, пожалуйста. Мы же не просто так работаем, у нас уже есть материалы. А что здесь у вас, какие-то фотографии, что-то? Здесь есть видео. А-а. Видеоролик, который я вам покажу, который так и называется. Как там планшет какой-то, что-то получается? Еще раз, пожалуйста, называется он «Маму Гриффера вызывает школу из-за Майнкрафта». А, вы мне хотите все показать? Да, чтобы вы понимали свою ответственность. Ну... Могу прямо сейчас показать. Ну, давайте тогда. Раз уж его принять... Это планшет, что ли, получается, или что это? Это ноутбук. А, ноутбук? Конечно. А, раз там ноутбук, тогда что не... А, да, естественно, ноутбук. Слушай, ну давайте тогда в комнату пройдем сейчас. Позвольте? Да, можете не разговариваться, да, проходите. Хорошо. Вот, смотрите. «Маму Гриффера вызывает школу из-за Майнкрафта». Сейчас, надо сфокусироваться. «Маму Гриффера вызывает школу из-за Майнкрафта. Канал мой. Да, да, слушайте. Сейчас, смотрите. Секундочку. Вот так что. Да, 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 мой кон... Да, значит, это мой, действительно, ролик. Наш ролик, вот, антигриффер шоу, номер 161. Да, был такой. Хорошо, давайте сейчас посмотрим. Все-таки этот ролик, чтобы вы понимали, что это не просто у нас картинка тут. Ну, да, да. Это Ирина Сергеевна, да, я как понимаю, наверное? Я пишу, пишу, а вы ничего не читаете. Вы знаете, что ваша основная отдаёт на отчетение. Ни какого я в шерсти в уроках не принимал. Нет, это значит... О, видите, это матерился, матерился. Вот, матерился. Матерился. Да, матерился он там. Если полный ролик, смотрите, вообще он ужасно себя вел. Так, хорошо. Ну, в общем, вы подтверждаете, что это ваш ролик. Да, это действительно мой ролик, да. Вы понимаете, что здесь происходит? Да, 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 я всё это снимал, да. Вы называете Майнкрафт, понятно. То есть, смотрите, ролик ваш. Значит, по сути, Ирина Сергеевна, значит, не врала. Да, нам дает жалоба «Имеет место быть». Думаю, да, наверное, да. «Имеет место быть», но всё-таки искусство. Если у него нет цели нажиться на придуманной проблеме, конечно же. Но он там матерился, вы слышали роль? Ну, смотрите, да. Тут по поводу вот этого ещё есть маленький пунктик. Смотрите, вот ваш сайт. Подождите, это... Ваш сайт, да, вы как, вышли на него? Вы его тоже? Ну, да, посмотрите, мы просто смотрите. Да, вот так. Просто Ирина Сергеевна в своей жалобе указала один маленький пункт. Значит, её сыну Владимира лишился некой привилегии. Она ещё и эту указала, то, что он лишился привилегии. Да, естественно. Мы, естественно, посмотрели, проверили. Очень как-то всё грамотно. Посмотрели. Значит, ваш сайт, у вас тут есть некие привилегии, да. Вы, допустим, VIP, премиум, админ, оператор, проделец сервера. Вот, владелец сервера, 499 рублей навсегда. То есть, одновременное выплачивание, да? Да, человек платит, и всё, у него навсегда привилегии. Да, и это, по сути, навсегда. С учётом того, чтобы он не нарушал правила на сервере. А, то есть, у вас есть правила такие? Конечно, безусловно, есть определённые правила. А где они у вас, эти правила? Здесь на сайте их нет, но они есть... Видите, вот, компьютер справа, да? Я сейчас как раз, пока вы не пришли, я искал таких же гриферов, как он, чтобы снять их и выложить на видео. Тех, кто матерится, ругается, угрожает. Хорошо, хорошо. Вот, вот в этой игре есть непосредственно сами правила, там, в определённом месте... Они есть, по сути, да? Да, в игре есть, могу сейчас прям взять, показать вам. Ну, нет, всё-таки, если вы говорите, что они есть, значит, они есть, получается. Дальше просто мы сможем ваши слова использовать против вас, если вы врёте. Да, хорошо. Значит, они там есть, хорошо? Да, да, да. Смотрите, значит, вы лишили его данное привиление. Да, да, лишил суд. По сути, этот пункт ещё можно решить. Вы скажете в суде, что есть такие-то правила, все эти документы, видео вы передоставите в суду, и они посмотрят, и всё это ещё можно решить. Но всё-таки всё остальное, нарушение прав человека, допустим, там, всё это минимум 50 тысяч рублей штрафа. Вы нарушили закон, и вы должны понести ответственность. В общем, мне надо с ней будет связаться, так понимаю, и заплатить ей 50 тысяч рублей. Да, но это, скорее всего, минимально. Я понял. Да, конечно, возможно, если у вас всё получится, там, вызовут это Акадо. А если у меня получится, чтобы она взорвалась заявление, ничего? Это ли мои уже разборки? Не знаю, но, по сути, она имеет право заплатить своё заявление, пока ещё время у неё на это есть. Но вам нужно уже самому снять все решения. Я понял, понял вас. В принципе, понял. Да, настроение не очень, потому что я должен платить 50 тысяч рублей. Ну, извините, как бы, сами виноваты. Не нужно было выкладывать данный ролик, все эти... Не, ну я ещё в суде попробую... Права другие, свободы других, нужно уважать, должны это понимать. Мы живём всё-таки. Ну, просто он... Ну, ладно, это уже вам не интересно, что он там нарушал. Я понял. Если у него есть какие-то там... То есть, если он что-то сам нарушил, то уже вопрос к нему. Нужно отвечать за себя. Ладно, да. Всё хорошо. То есть, по сути, я вам всё... Да, вы действительно всё показали. Спасибо вам огромное. Принесли даже ноутбук. Вот таких сотрудников полиции прям вот... Спасибо. Прям хочется вам руку пожать. Так, значит... Прямо спасибо большое. Всё получается так? Да, да, так активно. Вот сумочка ваша, да. Да, сумочка. Документики у меня нет. Всё. Тогда... Я вас понял, слышал. Будем разбираться. Ну, всё-таки, давайте я вас провожу. Хорошо. Всё, давайте. Всё. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот. Настроение немного подпорчим, потому что я всё-таки, видимо, я действительно должен заплатить 50 тысяч рублей. Давайте так. Я попробую сейчас с ней связаться. Ну, и у неё сейчас, когда она трубку возьмёт. Я понял, кто это. Знаю, что я попробую с ними связаться, с этой семьёй. И, может быть, заявление они отзовут. Сколько уже заявлений на моей памяти? Я уже устал за всеми. Всё, что-то это. Устал я. В общем, хочу сказать, чтобы вы заходили на сервер Майнкрафт. Мой, вот этот мой сервер. Заходите, играйте. Снимайте ролики. Никогда не будете снимать ролики. Снимайте ролики благодаря привилегии владельца сервера. Вот. Пожалуйста, снимайте. Да, я уже сто раз про неё говорил. Если вы хотите снимать, становитесь ею, владельцем сервера. И снимайте ролики. Ловите грифера, сажайте в тюрьму. Смотрите, мы сделали обновление, да, как я говорил. Настал тут человечка. Всё построено. Куча мини-игр. Смотрите, если вы хотите получить бесплатную админку, просто на спауне подходите к этому человеку. Вот он. Вот он, видите, да, написано у него. Админка. Вот у него на меже. Просто тыкайте по нему. Тыкайте. Вот. И вы можете любым способом получить админку. Это сделано для вас для удобства, чтобы вы не писали никакие команды, там, типа, фри. Просто к нём подходите, тыкайте на него. Вот он на спауне, этот человечек. И получаете бесплатную админку. Айпи в описании ролика. Останавливайтесь с владельцами, снимайте, не бойтесь никогда. В общем, вот. А я попытаюсь сейчас позвонить и вообще этой маме, и этому Вове. И я устал. Что-то я уже с этими ребятами. Устал. Давайте лайки поддержим. Поставим лайк сотруднику полиции за то, что он такой был классный. Всё объяснил, показал, правильно разговаривал. Вот таких я люблю сотрудников полиции. Вот ему зачёт, ему ставим лайк, он не виноват. Всё, заходите на серф, всем спасибо, всем пока. Всё, 50 тысяч я, наверное, потеряю, да. Всем пока, всё.